Всем привет, друзья! С вами Ракасий. Итак, давайте посмотрим бой на советском тяжелом танке Объект 277. И это настоящая заруба будет в этом бою. Действительно, игрок тащил, как в последний раз. Уж не знаю, что последовало перед этим боем. Может быть, череда сливов, что он так был мотивирован. Либо, может быть, он всегда тащит, как в последний раз, в любом бою. Так что, давайте смотреть с удовольствием. И поздравляю всех с 1 мая. И давайте, друзья, посмотрим также новости свежие. Соответственно, у нас вышел новый патч в игре. И, соответственно, сейчас кое-что в игре можно халявного заполучить. И также можно уже подготовиться к некоторым событиям, которые будут в дальнейшем. Итак, вы наверняка знаете, что одно из самых долгожданных событий, это у нас, соответственно, конструкторское бюро, где мы будем собирать советскую ПТСАУ 9 уровня СУ-122-1956. Соответственно, сбор будет такой же, как и раньше. То есть, будет какое-то определенное количество боевых задач, которые вы можете выполнить. Но, чтобы получить эту ПТСАУ уже окончательно, потребуется вроде как 3 задачи. Ну, а их невозможно выполнить. То есть, 3, соответственно, этапа купить за золото, либо за бон. Но, там не так много получается. Так что, в принципе, многие, я думаю, пойдут на это, в случае, если ПТшка у них практически собрана. Что по поводу этой ПТСАУ? Ну, в принципе, очевидно, что это классическая ПТСАУ. Очень быстрая, замаскированная хорошо. Со скорострельным точным вооружением. Но, конечно, есть те самые недостатки любой ПТСАУ. То есть, неудобства, когда стреляешь по противнику, который издалека там где-то едет и так далее. Также можно будет получить абсолютно бесплатно советский средний танк Т-34М-54. Это седьмой уровень. Соответственно, его можно будет получить в событии, которые вот сейчас будут против ботов. Там нужно будет воевать. И в случае выполнения всех боевых задач главная награда будет как раз вот этот вот агрегат. Стоит ли получать данную машину? Ну, вопрос риторический. То есть, кто-то скажет, что 100%, потому что, ну, хозяева на дороге не валяется. А кто-то скажет, зачем мне очередной танк, на котором играть я не буду. Конечно, есть еще вариант потом, скорее всего, отдать в трейд-ин, если не понравится уж совсем эта машина. Но это, соответственно, не для всех тоже. Ну, а для всех участие в розыгрыше голды Маракаси. Просто напишите комментарий, укажите свой игровой ник, и вы будете участвовать в розыгрыше золота. И сможете урвать довольно-таки хороший приз себе. Так что рекомендую воспользоваться. И также хотел бы, ну, в общем-то, оповестить вас о том, что, соответственно, раз в определенное время, то есть именно в Телеграме, вы можете тоже поучаствовать в розыгрыше, поэтому тоже подписывайтесь на Телеграм. Не забывайте. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте vlodkit.com и попробуем выиграть какой-либо интересный приз на сайте. Крутим главный кейс и получаем прям танк-люгу. Вполне даже замечательно, я считаю, для начала. Очень даже выгодно. Я, правда, играл немного, но там, не знаю, может быть, 4 крут я без видео делал. Вот сейчас, соответственно, повезло. Можно сказать, что это на пятую крутку выполнено, на самом деле, не на первую. Но при записи на первую. Вот так. Тысяча голды падает. АМХ-канон на досалт. Так, 250 голды. Матильда Блэк Принц. Я думаю, на сегодня хватит. Потому что, ну, и так халявно. Единственное, что я хотел бы... Бесплатный кейс открыть. Он открывается за ключи, которые вы можете получить при пополнении счета. То есть, это дополнительные бонусные кейсы. Ну, вот, день прямо выпал. Также не забывайте использовать промокод SUPER777, чтобы получить дополнительный бонус 15% на сайте при пополнении. Также обновился календарь майский. Соответственно, там был календарь. Вы отмечаетесь каждый день на сайте. То есть, там есть специальная кнопка сверху справа в правом, соответственно, углу. И, соответственно, можно будет получить некоторое количество бесплатных плюх. В случае, если вы будете каждый день, соответственно, отмечаться, то получите контейнер Путь Война. Два дня премиум аккаунта. 100 золота. 100 бонн. 20 тысяч серебра. 2D стиль. Победоносная звезда. 6 декабря. Любимый молоток. 6 декабря. Аисты. 6 эмблем. Гвардейское знамя. 3 личных резерва. 6 предбоевых инструкций. И так далее. Соответственно, вот как это все выглядит. В принципе, считаю, что нормально, как дополнительная награда. Естественно, это совсем незначительно. Но в случае, если, соответственно, ну, вы любите халяву, любите, соответственно, играть, то это будет, возможно, для вас приятно. К тому же это совершенно, ну, не накладно по времени. То есть отметиться одну секунду. Хотя это нужно делать каждый день. И можно просто подзабыть это сделать. Ну, в общем, сами решайте, нужно это делать или нет. Я вас просто оповестил. Кому-то это не нужно, естественно. Нафиг не надо кому-то это норм. Так что тут мнения разнятся. Но идем дальше. И следующая новость, соответственно, у нас тоже весьма интересная. Это то, что на сайте вы можете сейчас вот обнаружить такое вот сообщение от разработчиков о том, что шестое чувство переработали. И текущая система обзора не всегда может помочь в критически важных ситуациях. Иногда игроки не понимают, остались ли они в засвете и продолжают ехать вперед. Мы стремимся к тому, чтобы танки и основные механики игры стали еще более понятными для всех. В рамках этого обновления у всех известной лампочки появится еще одно полезное свойство. Она будет отображаться, пока игрок находится в засвете. Очень, скажем так, противоречивое отношение у игроков по поводу этого изменения. Потому что кто-то считает, что это нерв ЛТ, потому что, ну, теперь ЛТ-воды будут получать меньше по засвету. То есть противники будут шкериться, видеть, что у них постоянно горит лампочка. Будут до последнего, соответственно, в укрытии сидеть, когда у них лампочка горит. И там подобное. Да, в какой-то степени, может быть, это и так. Но, в общем-то, есть какие-то свои плюсы в этом всем. Также у нас маневры в путь к победе стартует 20 мая и продлится до 2 июня. Соответственно, бои будут 7 на 7, как всегда. Соответственно, события, естественно, клановые. То есть поучаствовать в нем смогут только кланы. И, соответственно, зарабатывать как можно больше очков славы и получаете ценные награды по итогам события. Ну, кто любит кланы, кто любит 7 на 7, тому это будет замечательно все. Ранговые бои, техника, также с 7 уровня, соответственно. То есть на 7 уровнях бои будут проходить. Опять-таки, обделили нас фармом на 8 уровнях. Видимо, разработчикам это не выгодно, что игроки фармят на 8-морках. Соответственно, ну, хотя в рангах фармить довольно сложновато. И, может быть, даже на 8-морках они будут и довольно хорошо восприняты, потому что, ну, там бои более лайтовые. Все-таки на 7-морках играть проще, мне кажется, чем там на 10-морках, предположим. Ну, естественно, будут разнообразные награды. В основном это разнообразное оборудование, временное и постоянное. Также стальной охотник возвращается с 15-го мая до 11-го июня. Механика возрождения возвращается, соответственно, после уничтожения машины. Также будет искусственный интеллект мародер в чем-то догадался, чем ближе конец боя, тем сильнее противники. Таймер одного дня стало известно время до перехода желтой зоны в статус красный. испугался, потерял все досрочный выход из боя, лишает всех заработанных ресурсов. Соответственно, ну, это королевская битва в мире танков. Кто любит королевские битвы, тот будет доволен всему этому, а кто, соответственно, любит рандомчик, он ни на что его никогда не променяет. Ну, как временный режим, в принципе, сойдет. Ну, и сборочный цех начнется с 6 мая до 3 июня он продлится, можно будет получить советскую ПТ-САУ СУ-122-1956. Кто знает, ну, эта ПТ-САУ была раньше в игре, то есть, ее вывели когда-то из игры, но, может быть, вы не слышали. Соответственно, сейчас ее вновь вводят в игру. Ну, многие, конечно, ждали этого еще и раньше, но сейчас разработчики решили воспользоваться данной машиной, и, в принципе, это довольно интересное решение со стороны разработчиков, но главное, что мы можем получить полноценный прям танк 9 уровня, ну, скажем так, за недорого. То есть, там действительно дешево, да, там что-то придется задонать чуть-чуть, потому что три этапа проходят в любом случае, ну, нельзя их пройти, короче, без помощи игры, то есть, нужно будет задонать золото, либо там боны, ну, боны, кстати, можно нафармить, так что, в принципе, ПТ-шку вы свою получите в качестве награды. И на этом все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца видео, желаю вам всего хорошего, удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok